Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 21 мая. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Продемонстрировать результаты своих трудов могут сегодня Овны. В 1842 году вышел в свет первый том «Мертвых душ» великой сатиры Николая Гоголя. Сюжет романа был подсказан Гоголе Александром Пушкиным, предположительно, в сентябре 1831 года. Документированная история создания произведения начинается 7 октября 1835 года. В письме Пушкину, датированном этим днем, Гоголь впервые упоминает «Мертвые души». Очень благоприятный день сегодня у тельцов, особенно творческих натур. В 1471 году родился Альбрехт Дюрер, немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса. Дюрер был первым немецким художником, кто стал работать одновременно в обоих видах гравюры – на дереве и на меде. Одним из шедевров Дюрера является серия гравюр на дереве «Апокалипсис». Он также составил первый в Европе магический квадрат, изображенный на его гравюре «Меланхолия». Удачный день сегодня для приумножения своего богатства у близнецов. В 1840 году во время правления королевы Великобритании Виктории Новая Зеландия была объявлена британской колонией. Участвовать в массовом мероприятии могут сегодня раки. В 1848 году в период царствования Николая I в 2 часа по полудни на Невском проспекте торжественно открылся пассаж – «Крытая галерея» с 64 торговыми помещениями. Львы сегодня могут стать свидетелями необычайного природного явления. В 1091 году произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца. Солнечное затмение происходит в том случае, когда Луна попадает между наблюдателем и Солнцем и загораживает его. Поскольку Луна светит отраженным светом и перед затмением обращена к нам неосвещенной стороной, то непосредственно перед затмением всегда имеет место новолуние. То есть Луна не видна. Создается впечатление, что Солнце закрывается чернотой неизвестной природы. Во время солнечного затмения космонавты, находящиеся на орбите, могут наблюдать на поверхности Земли тень от Луны. Те, кто на земле, попадают в эту тень и наблюдают солнечное затмение. Хлопотный день в государственной сфере деятельности сегодня у Дев. В 2004 году президент Турции Ахмед Медждед Сезер подписал пакет законов о внесении поправок в Конституцию страны, необходимых для вступления государства в Евросоюз. Борьбу против конкурентов сегодня могут начать весы. Во время правления короля Людовика XIII в 1635 году Франция вступила в 13-летнюю войну, которая началась еще 17 лет назад. Скорпионов сегодня поджидает опасность там, где ее совсем не ждешь. Стоит задуматься, с кем вы обошлись коварно, чтобы избежать неприятностей в свою сторону. Данные в 1492 году Христофору Колумбу испанской короной привилегий и полномочия были ими же неожиданно отняты через 7 лет. В 1499 году правителем с неограниченными полномочиями испаньолы, так назвал Колумб открытый им остров Гаити, вместо адмирала был назначен Франциско Бавадилья. Прибыв на испаньолу, новый наместник арестовал Колумба и трех его братьев, а затем в кандалах отправил в Испанию. В конце октября 1500 года корабль доставил узников в гавань Кадис. Только через 6 недель королевская чета распорядилась снять оковы с Колумба и вызвала ко двору. Узаконить свою новую деятельность могут сегодня стрельцы. В 1928 году американский художник-мультипликатор Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса. Козероги сегодня могут участвовать в создании крупнейшей спортивной организации. В 1904 году в Париже во время правления президента Эмиля Лубе была основана ФИФА – Международная Федерация Футбольных Ассоциаций. Изначально процесс проходил под руководством Английской Футбольной Федерации, но в итоге основать ФИФА выпало на долю семи других европейских стран. Именно место основания Париж стало причиной того, что в общепринятых полном и сокращенном названиях используется французский язык. Остерегаться опасностей сегодня следует и водолеям. В 1928 году в СССР был арестован русский религиозный философ Павел Флоренский. Он уделял большое внимание магической природе слова и имени. Культурно-массовые мероприятия могут посетить сегодня рыбы. В 1892 году во время правления короля Умберто I в Милане прошла премьера оперы Руджеро Лиан Ковалы – «Паяц». По словам композитора, либретто оперы было основано на реальных событиях, хотя многие современные историки считают это неправдой. Если вам сегодня звезды предсказали опасность, это не значит, что нужно паниковать. Достаточно подумать, как можно ее предотвратить, как сказал русский философ Григорий Ландау – «Неумение себя защитить, не принимай за готовность собой пожертвовать». С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин. Субтитры создавал DimaTorzok